Привет, я Клифф Хэнгер, и это вторая часть трилогии «Хоббит. Пустошь с Мауга». Волшебник, хоббит и 13 отважных гномов активируют биологическое оружие массового поражения. Это землетрясение? Нет, мой друг. Это дракон. Фильм начинается с небольшого камео режиссера Питера Джексона и краткой предыстории. Место действия – поселок Бри на границе Шира. Торин, сын Трайана, истинный король под горой, заходит в таверну, где к нему приглядываются малопривлекательные граждане криминальной наружности. Но стоило Гэндальфу подсесть за стол, как бандитский контингент потерял к гному интерес. Волшебник подбивает наследника на авантюру, отправится в поход к Одинокой горе и добыть Аркенстон – легендарный драгоценный камень, с которым никто не осмелится усомниться в праве Торина на трон. Это поможет ему объединить разобщенные народы гномов, что является истинной целью Гэндальфа. Затем действие переносится на год вперед. Отряд гномов и хоббит Бильбо прячутся от преследователей орков с одноруким азогом-осквернителем во главе. Наемный вор идет в разведку, где кроме страшных воинов замечает огромных размеров медведя. Судя по хитрому выражению на лице Гэндальфа, он примерно на такой исход и рассчитывал. Волшебник ведет путников к дому Беорна – отшельника, живущего на границе Лихолесья. Их преследуют сперва орки верхом на варгах, а затем огромных размеров медведь ломится в дверь дома. Как выясняется, это сам хозяин. Он оборотень, способный существовать как в виде медведя, так и в форме человека. Гостям придется подождать, пока он примет человеческий вид, чтобы договориться с ним. Главное, чтобы неприязнь к гномам не помешала найти общий язык. Беорн-медведь охраняет свои владения от орков. В это время азогу доставляют послание от таинственного хозяина – бледного орка, ждущий в заброшенной крепости Долгулдур. Хозяин предстает в образе облака Черного Тумана. Он сообщает азогу, что выбрал его военачальником своей армии. Грядет война. Орк остается в крепости, но отдает приказ самому своему преданному воину отыскать Торина Дубащита и принести его голову. Утром в доме появляется Беорн-человек. Он последний из народа людей-оборотней, большую часть которых истребили орки. Поэтому он помогает гномам, которых недолюбливает, но не так сильно, как орков. Беорн дает им пони, чтобы они смогли добраться до Лихолесья, зараженного темной магией леса, через который лежит путь к одинокой горе. Едва зайдя под кроны Лихолесья, Гэндальф слышит в голове голос «Галадриэль». Эльфийка предупреждает волшебника о набирающем мощи некроманте. Мол, он не тот, кем кажется. Чтобы убедиться наверняка, она просит Гэндальфа отправиться к гробницам в высоких холмах, где были похоронены Назгулы, девять королей-кольценосцев, ставших слугами зла. Волшебнику приходится оставить бильбы и гномов одних. Напоследок, Хоббит едва не признается, что нашел в пещерах гоблинов волшебное кольцо, но в итоге утаивает эту информацию. А ведь вся история Средиземья могла бы пойти по другому пути. Не зажми он гайку. Отпустив пони, гномы и Хоббит заходят в Лихолесье. Сам воздух здесь отравлен и пьянит почище, чем вино. У бильбы начинаются галлюцинации, когда они заблудились и стали ходить по кругу. Чтобы отыскать дорогу, Хоббит залезает на верхушку дерева. С высоты лучше видны ориентиры. Стоило высунуть голову над кронами отравленных деревьев, как ему моментально становится легче. Бильба запоминает направление для движения, но не успевает слезть, как замечает неподалеку движение. Что-то достаточно большое перемещается по деревьям, раскачивая кроны. Пытаясь спуститься, Хоббит падает в лапы гигантского паука. Арахнит заворачивает добычу в кокон из паутины и тащит в логово, где уже развешены плененные гномы. Но Бильба, который отдышался от дурманного воздуха наверху, удается выбраться при помощи эльфийского кинжала. Он разрезает им паутину и убивает одного из пауков. Здраво оценив собственные бойцовские навыки и численный перевес арахнидов, Хоббит кастует читерский прием – применяет кольцо. Тут же выясняется, что кроме невидимости, оно наделяет владельца способностью понимать речь по рождении тьмы, в данном случае гигантских пауков. Отвлекая внимание большей части чудовищ, Хоббит убивает оставшегося паука, который перед смертью называет клинок «жалом». Это имя нравится Бильба. Он освобождает гномов, и они вступают в бой с вернувшимися пауками. Сам Хоббит падает на землю, выронив кольцо, как голум в прошлой серии. Он замечает его лежащим на земле и приходит в неописуемую ярость, когда один из пауков едва не наступил на кольцо. Бильба бросается на Арахнида, нанося ему удар за ударом, пока не убил, но взгляд до последнего прикован к ювелирному украшению. Впрочем, пару мгновений спустя до него доходит понимание, что он превращается в кровожадного убийцу. На помощь гномам приходят эльфы во главе с Леголосом и Тауриэль. Но как на помощь? Убив всех пауков, они пленят и разоружают гномов. Правда, затаившегося в сторонке Хоббита остроухие следопыты не заметили. Это позволяет Бильба проследить за ними до замка Трандуила, короля эльфов, а заодно попасть внутрь. Почти всех гномов кидают в темницу, только Торина ведут на аудиенцию к Трандуилу. Король эльфов осведомлен об истинной цели путешествия и предлагает гному помощь, в обмен на другие драгоценности, имеющие ценность уже для эльфов. Но гордый король без королевства припоминает остроухому, что в час нужды эльфы не протянули беженцам из Эребора руку помощи и отказывается принимать ее теперь. Дерзкий выпад приводит Трандуила в гнев. В отличие от Торина, у него на историю иной взгляд. Когда-то давно он лично сражался с драконами, последним представителем которых является Смаук. Эта война оставила шрамы на его лице, скрытые магией. И эльф предупреждал обезумевшего Трора, деда Торина, что алчное накопительство золота рано или поздно привлечет внимание громадных ящеров, но тот не послушался совета умудренного долгой жизнью коллеги по нелегкому королевскому ремеслу. Недопонимание между ними приводит к тому, что Торина бросают в темницу к остальным гномам. Между Тауриэль и одним из гномов Килли завязывается проникновенная беседа. В это время невидимый Бильбо шляется по эльфийскому замку и греет уши на чужих разговорах. Он узнает, что виночерпий готовит к сплаву по реке пустые винные бочки. В голове нанятого на должность вора Хоббита созревает хитрый план. Он крадет оставленные без присмотра ключи, выпускает гномов и прячет их в пустые емкости, после чего спускает те в реку. Однако бегство замечают дозорные. По следам гномов в бочках бросается стража с неизменным Леголосом и Тауриэль. Путешественники попадают в западню с закрытыми воротами, но тут на замок эльфов нападают орки, идущие за головой Торина. Небольшая заварушка приводит к большому количеству жертв, но позволяет гномам открыть ворота. Правда, Килли оказался ранен стрелой с моргульским ядом. Путешественникам удается уплыть по бурной горной реке к озеру, отбиваясь по пути от нападающих орков. Эльфы пленят одного нападавшего живьем. На допросе он рассказал, что раненый гном скоро умрет от яда, но это совершенно не важно. Их владыка скоро наберет силу, и тогда все эльфы, гномы и люди погибнут. Вспыливший Трандуилл отрезает пленнику голову, после чего велит закрыть все входы и выходы в замок, пока низшие существа грызутся меж собой, лесные эльфы будут держать нейтралитет. Леголос передает страже приказ, но выясняется, что Тауриэль отправилась вслед за гномами и до сих пор не вернулась. Он догоняет ее возле озера, и вместе они отправляются в озерный город, чтобы выследить орков, осмелившихся напасть на замок. Гэндальф добирается до гробницы в высоких холмах, где встречает Радагаста. Здесь он находит разграбленные могилы девяти кольценосцев. Кто бы ни оживил их, его силы значительно превосходят человеческие возможности. Тогда волшебник отправляется в Долгулдур, где якобы засел некромант. Но эта ловушка, раскидав орков Азога, Гэндальф попадает в плен к воскресшему Саурону. Гномов, приставших к берегу, обнаруживает Барт, контрабандист и лодочник из озерного города. За отдельную плату он берется тайком провести их в город. Для этого пустые бочки с пассажирами приходится засыпать сверху рыбой. Едва не попавшись на досмотры, гномы прибывают в город, где царят голод и упаднические настроения. Местная власть в лице бургомистра считает Барда смутьяном, за ним следят. Поэтому ему приходится приводить гостей в дом через туалет, в буквальном смысле слова. Пока гномы обсыхают, Бильбо рассказывает историю о правителе Гирионе. Черный гном их стрелах и стреломете, способным убить дракона. Когда Смаук напал на город, аккурат перед атакой на Эребор, Гирион использовал все стрелы в попытке подстрелить ящера. Но все, чего удалось достичь, отбить одну бронированную чешуйку на драконе и чешуе. Барт приносит гномам оружие, сделанное из инструментов и подручных материалов. Бывалым воинам такой хлам не нужен. И они решаются ограбить арсенал бургомистра, где хранится настоящее оружие. Но обессиленный от яда Килли падает с лестницы. На шум прибегает охрана. Пойманных на месте преступления воришек ведут на суд к бургомистру. Торин представляется королем из пророчества и обещает поделиться гномьями сокровищами со всем городом, если они помогут ему завершить поход. Водушевленные перспективами халявного богатства, бедные и голодные люди приветствуют идею. Против выступает только Барт, потомок Тириона. Он не хочет, чтобы Смаук проснулся и повторил свой налет на город. Утром все жители провожают гномов как героев. Торин велит раненому Килли остаться в городе. Вместе с ним остается еще три гнома. Остальные отправляются к подножию одинокой горы. Забравшись наверх по высеченной в памятнике лестнице, путники ищут потайную дверь и замочную скважину от нее, которую удается, как и все секреты эльфийской работы, обнаружить только при лунном свете. Отперев дверь, они проникают в подземный город Эрибор, откуда направляют Бильбо к сокровищнице. На оставшихся в городе гномов нападает Болк и его отряд орков. Справиться с ним удается только при поддержке Леголоса и Тауриэль. Когда орки, узнав, что Торин отправился дальше, сбегают с поля боя. Леголос преследует их, но Тауриэль остается, чтобы исцелить отравленного Килли. Бильбо в это время крадется по сокровищнице в поисках Аркинстона – Камня Королей. Он почти нашел его, когда пробуждается спящий в груди золото дракон. Он начинает разговор с нежданным гостем, но Хоббит предпочитает прятаться, надев кольцо. Впрочем, чтобы выполнить задание и подобрать камень, ему приходится принять участие в диалоге. Бильбо умело льстит гигантскому ящеру, но тот не так-то прост, чтобы купиться на такой дешевый прием. Смауг знает, что гномы хотят украсть награбленное обратно, но его драконья честь на такое пойти не позволяет. Он рассказывает вору, что им просто пользуются для достижения своих целей, но во время разговора Хоббит замечает на груди ящера отколотую пластину – там, где попала черная стрела. В городе Барт, видя следы пробуждения дракона на одинокой горе, хватает последнюю оставшуюся от предка черную стрелу. Он хочет зарядить стреломет на крыше городской ратуши, но бургомистр обвиняет его в подстрекательстве к бунту и сажает в тюрьму. Бильбо, пытаясь сбежать от гнева Смауга, натыкается на Торина. Гордый потомок алчного гномьего короля не желает уходить, пока не добудет Аркенстон, и неважно, сколько соратников погибнет во имя этой великой цели. Объединившись, весь отряд гномов начинает играть в прятки с пышущим огнем драконом. Во время беготни по безлюдным мостам и коридорам Эребора у Торина созревает план – разжечь гномьи печки, завлечь Смауга в ловушку и залить жидким золотом. Худо-бедно у них получается сделать то, что не смогла целая армия. Они заставили гиганта попотеть. Однако план с золотым дождем не сработал. Обладающий иммунитетом к урону от огня Смауг попросту стряхнул себя жидкое золото в полете. Зато беготня за надоедливыми букашками здорово раздраконила дракона. И чтобы гномам стало стыдно за беспокойство, Смауг отправился уничтожать озерный город. На этой позитивной ноте и заканчивается вторая часть трилогии. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте ваше мнение в комментариях. Также добавляйтесь в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик. Всего хорошего!